Специализированная сельскохозяйственная выставка агротехнологий в Приморском крае уже восьмая по счету. Здесь можно увидеть самые последние предложения от производителей сельскохозяйственной техники как российских заводов, так и иностранных концернов. Техникой пользуются уже некоторые крестьянские хозяйства края. Такой трактор зарекомендовал себя в учебно-опытном хозяйстве Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Ручной труд крестьянина можно полностью заменить на машины. Подтверждение тому – вот это современная техника. чтобы уйти сегодня от людей большого количества на переборке картофеля. Три-четыре человека обслуживают производительность за пяти тонн сейчас. Ну и другие вопросы практически мы закрываем. В этом году Приморский край по объему валовой сельскохозяйственной продукции вышел на первое место в Дальневосточном регионе, обогнав даже Амурскую область. Так свинина местных производителей продается уже в Хабаровском крае, а производство молока в сутки больше на 20 тонн, чем в прошлом году. Главная задача, которая стоит перед селянами сегодня, тот, кто занимается фермерским хозяйством, либо большим производством сельхозпродукции, это, конечно же, эффективное производство. А для нас, покупателей и потребителей, это самое главное – получать качественную продукцию и в большом достатке. Сейчас существуют государственные программы поддержки сельскохозяйственной отрасли. Есть программа развития, разработанная в Приморском крае. За годы реализации программы, за ближайшие пять лет, мы планируем около 200 тысяч гектар неиспользуемых земель освоить и производить на них и кукурузу, и сою, и другие востребованные культуры. Кроме этого, мы должны развивать животноводство. У нас стоит задача более чем в два раза увеличить производство молока, стоит задача втрое увеличить производство свинины. Осенью в Михайловском районе планируется открыть новый животноводческий комплекс. Он первый в крае и станет полностью роботизированным. Обслуживать и доить коров будут машины.